Покажу эффект. Патчинг генератора, частота, скважность, импульсовый генератор, сдвиг фазы тоньше, грубо, длительность импульса. Вот такая отвертка у меня, это вместе с этим эссолографом вот такие две отвертки были, это не пластмассовые, а кончики железные. Немножко горшок потрескивает и начинает как-то свистеть. Не знаю, или на камере слышно. Ну, он начал пищать как бы. Вот такого. Такого писка не было вот с этим транзистором RFP460. У него емкость затвора 10-8 нФ, у него где-то 2 нФ или 1 нФ. И поэтому у него фронты нет. Закрытый там через 5 Ом резистор открывался, закрывался через диод шутки. И поэтому у него очень фронты были. Я смотрел на эссолографе очень не крутые. Тут, вероятно, нужен очень крутой фронт открытия. Вот когда поставил этот, начал этот пищать. Я там, вероятно, еще что-то подрегулировал. Но все равно на том никаких эффектов я вроде бы не заметил. То есть он грелся сильно, потому что у него очень фронт открытия был очень медленный. Вот это ИРФ 8080, 840 из Алиэкспресс поделка. У него там затвора емкость где-то на фарад, если на том мерить. То есть 1 нФ. 1-2 нФ, уже не помню ли. 1 или 2. 1 нФ. 4 нФ. 1 нФ. 2 нФ. 3 нФ. 4 нФ. Тут вот какое-то залипание происходит. Такой эффект бестолковый, как бы скрипит, трещит, а никакой прибавки на лампу от 60 ватт, то есть 116 ватт. Скважина из пушкула где-то 30 процентов наверно. Вот еще один эффект. Горошок трещит тот, как показывал Русланчик. Тоже лампочка там подмаргивает. Никакого толку нет. Я немножко подвигал фазу, вот она теперь. Вот тут вот. Вот тут. Русланчик. Русланчик. Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Вторую точку, конечно. Вторую точку, конечно. Вторую точку. Вторую точку. Вторую точку. Вторую точку. Вторую точку.